Вот это хороший вопрос, это записочка. Я ее знаю, ее представили еще в начале июня, но очень сильную. Я маленечко вступление сделаю. Приехала женщина, говорит, тоже не про молитву, про это ничего не было. Она была как, она неуменяем была, там нечего говорить, там она не слышала ничего. Она приехала, говорит, сын пропал давно. Сколько он, полгода, полгода, сейчас представим, полгода пропал, его нет. Она говорит, батюшка, я приехал с одним вопросом, скажите Христа ради, только одно, я ничего не спрашиваю, один звук, он жив или мертв? Я больше ничего не спрашиваю. Хоть так вот, только вот одно, жив-мертв. Я ей сказал, что? Я сказал, буду перепаковывать вопрос православный. Я говорю, мать, если ты будешь вот так молиться, пятница, восемь вечера, окайство, боже, взыскание погибших, будет не вопрос, а ответ. Будешь знать больше, чем сейчас услышала бы. Пятница, восемь вечера, взыскай погибших, езжай с Богом. Она растерянно посмотрела ночью, говорит, нет, я о другом. Сын-то жив или мертвый? Я расслышал, расслышал вас. Я ответил, пятница, двадцать в ноль-ноль, взыскание погибших, окайство. Сын-то подходит, говорит, мать, вам, батюшка, я ответил, у вас есть еще вопрос, говорит, у меня никаких больше вопросов нет, говорит, ну, вам ответили, иди с Богом. Другого, садитесь. Она что-то говорит, как оправдал, говорит, так я не получил ответ, это. Я зачем таких человек проехал, говорит, ну, батюшка, вам сказал, идет, у вас, секрет, пятница, вы начнете молиться, все будет знать. Она вышла, и потом, когда все уехали, группы, и группа не уехала, и группа не уехала, они подошли, слезами все, говорит, батюшка, мы все просим за нее, нам всем не жалко, она плачет, и не может спокойствовать никак. Скажите, ради Христа, вам же не трудно, ну, хоть жив или нет. Вот так адвокат в толпу подошел. Я сказал, я ответил исчерпывающе, пятница, двадцать в ноль-ноль. Оказывается, Богом, изыскали погибших. Ну, разве вам трудно ответить? Этого вопроса у вас нет, кому трудно, кому тяжело. Надо говорить не что хочет, а то, что на пользу. Пятница, двадцать в ноль, изыскали погибших. Она уехала, и уехала, плачет, говорит, ну вот, такая больная, затем приезжала сюда. Ну, конечно, гадалкам-то, конкретнее говорят. Это церковь, но это не гадательный зал. Уехала, уехала, но ее убедили молиться в автобусе. Все-таки молиться стало. Пятница, двадцать в ноль, видите, Аркадь стала читать она. А имя в церкви здесь записала. Сын-то, да? Что было? Читаю. Елена была 11 апреля с группой из Богоруслана. Пропал сын полгода назад. Вы велели молиться. Богородица, взыскание погибших. Вы было, кстати, читать раз в неделю. Я каждый день читал. Ну, понятие можно. Вот. Сын вернулся домой. Первого мая. Разве не это надо было? Разве, говорит, о том же фоль мертв? И что, он вернулся живой? Она не услышала, что хотя слышала. Но получила то, о чем даже боялась мечтать. И не лучше ли это? Сын вернулся домой. Первого мая. Она говорит. По трене, по трене с половиной месяца, Анна, видите, как-то, говорит, еще раз, видите, она приезжала. Денадцатого апреля. Вернулся в мае. Анна стала молиться. И потом, как к этому, вот, стал уже, вот, с нашли церкви, по соглашению, говорит. И в это время что произошло? Сын. По трене с половиной месяца он был в монастыре всему палатинске. К нему вернулась память. Вернулся домой. То есть, с ним что-то произошло. Пропала память. Он из-под Оренбурга как-то оказался в восточном Казахстане. Потерялся в бессознании состояния. Она молится. Господь делает так, чтобы подбирать монастырь. Что, все бомжи монастырь берут? А эту берет монастырь. Там за него молятся. К нему возвращается память. Она начинает молиться. И он сам возвращается домой. Первый мая входит в дом. Последнее приложение, я сейчас дочитаю. Решил посвятить себя Богу. Не просто винулся домой. С ним в душе произошел переворот. Он сам потрясен. Решил всю жизнь свою в корне заменить. Посвятить себя Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова